преддиабет это большая очень большая проблема не только в мексике но и в латинской америки мексика является одной из стран самой высокой распространенностью диабет шестое место в мире говорит палома вальдос врач отделения допинологии института здоровья и питания в городе мексико но я думаю что есть наилучший выход из сложившейся ситуации чтобы минимизировать осложнения сахарного диабета 2 типа нужно обратить преддиабет в нормальное состояние и предотвратить развитие уже полноценного заболевания преддиабет пересмотр риска эпизод 1 то что скрыто на виду каждый десятый человек в мексике или латинской америки страдает диабет заявил хосе полосуэллес главный врач института здоровья и питания мехико это действительно большая проблема сообщил он прогнозы на ближайшие годы показывают что североамериканский континент станет одним из регионов наиболее подверженных развитию сахарного диабета и конечно же преддиабет это прелюдия к полноценному сахарному диабету общий процент населения с преддиабетом в два раза больше чем число больных диабетом 2 типа говорит директор того же института карлос солинос например в мексике где распространенность заболевания близка к 14 процентам можно наблюдать что около 28 процентов населения страдает преддиабетом у большинства из этих людей около 60 70 процентов впоследствии разовьется сахарный диабет это большая нагрузка на систему общественного здравоохранения мексика даже у пациентов с преддиабетическим состоянием имеются осложнения которые связаны с высоким уровнем глюкозы в крови у них высок риск развития макрососудистых и даже микрососудистых осложнений риски преддиабета изучаются уже некоторое время и было доказано что он увеличивает шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний преддиабет на самом деле является компонентом метаболического синдрома но также если мы посмотрим на него как на отдельное состояние мы можем утверждать что преддиабет увеличивает риск развития инсульта сердечной недостаточности и других состояний таких как сосудистая деменция даже болезни почек например хроническая болезнь почек так что это действительно отдельный синдром даже если это промежуточная гипергликемия то есть временное повышение глюкозы долгосрочной перспективе может увеличиваться риск многочисленных осложнений система здравоохранения не выделяет преддиабет как отдельную проблему со здоровьем говорит доктор аксалинус потому что это всего лишь ответная реакция организма в результате нет медицинских программ для его выявления и для осуществления превентивных действий в медицинском сообществе знают и выявляют преддиабет в сфере специализированной помощи но в первичном звене на амбулаторном этапе предстоит сделать еще очень много для повышения настороженности врачей на предмет преддиабетического состояния в латинской америке у нас есть исследования которые показали что при опросе медицинских работников около половины респондентов способны назвать критерии преддиабета а также нарушение уровня глюкозы натощак и нарушение толерантности к глюкозе другая половина не способна распознать критерии и если мы дальше углубимся в эти данные мы увидим что не только половина врачей не способны выделить критерии преддиабета но еще и половина из этой половины не способны назначить курс лечения таким пациентам таким образом нам предстоит проделать большую работу с точки зрения обучения специалистов здравоохранения чтобы повысить осведомленность о болезни хотя это так но в латинской америки существует и несколько видов объективных препятствий для выявления преддиабетического состояния подмечает карлос салинус во-первых логистические проблемы в поликлиниках первичного звена они перегружены пациентами и работ в некоторых из них просто не на чем проводить измерения тощаковой глюкозы или имеются ограниченные ресурсы а также образование врачей первичного медицинского звена сфокусировано на лечении пациентов они на предотвращении заболеваний в профилактических мероприятиях и наконец вся американская система требует улучшений в отношении установления взаимосвязи между профилактикой и лечением я думаю что мы можем многое сделать для предотвращения развития сахарного диабета и его осложнений когда мы видим пациентов с преддиабетом если мы применим меры предотвращению прогрессирования этого состояния мы сможем изменить полностью жизнь этих людей развития хронической болезни почек и заболеваний сердца могут быть самыми тяжелыми состояниями связанными с диабетом и если мы сможем предупредить развитие сахарного диабета это может означать совсем другой более благоприятный исход для наших центов в следующем эпизоде когда эндокринологи обсуждают признаки преддиабета и преимущество изменения образа жизни переведено и озвучено специально для канала яндекс цен западная медицина пишите под видео пишите под видео чтобы посмотреть медицин пишите под видео в другом видео